Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пекай, Александр Шунин. И к нам присоединяется российский историк, писатель, журналист, переводчик Вадим Викторович Арлихман. Ну, сразу скажу, что вот с Вадимом Арлихманом мы очень давно знакомы, поэтому, может быть, у нас будет более такой неформальный стиль общения. Вадим, добрый день. Доброе утро, точнее. Доброе утро. Доброе утро. Те, кто следят за новинками книжными, кто часто ходит в магазин, кто интересуется историей, наверняка, ну, знают, любят серию «Жизнь замечательных людей». И вот какое-то время как раз-таки Вадим Арлихман редактор серии вот этой был, и вот в рамках этой серии появилось несколько его книг. Кроме того, я думаю, те, кто читают российские журналы «Биография», «Родина», «Вокруг света», «Известия», «Неделю», «Собоседник», «Огонек», они наверняка, «Гео» могли читать статьи, посвященные знаменитым, известным людям и каким-то событиям интересным, но каким-то историческим приметам времени. Вадим, да вот интересно просто, что кто стал героями вот серии книг твоих, почему, с одной стороны, это какие-то персонажи, которых принято говорить, что это, ну, какие-то такие вымышленные мифологические фигуры, как Дракула, король Артур, Робин Гуд, и в то же время Стивен Кинг, Вольф Мессинг, Леонид Красин, это все, это как бы реальные. Вот почему такое вот разделение, и исторические, и как будто бы фигуры мифологические? Ну, сразу скажу, что я, конечно, хотел говорить и о серии, в которой работаю, а потом уже о себе, во вторую очередь, потому что, конечно, я растворяюсь в ее величии. Ну, тогда скажу немного о себе, что меня всегда интересовали люди, ну, не совсем люди, исторические фигуры, которые стояли на грани реальной истории и мифа, какие-то легенды, фольклора. И именно к ним относятся большинство моих героев, ну, почти все. То есть, и то, что я в серии Жезрел публиковал биографии короля Артура, того же Робин Гуда и Дракулы, это именно такие люди. То есть, некоторые просто не люди, а вот как я, ну, доказал, обосновал, Робин Гуд, это никогда не существовал, ну, что многие до сих пор, наверное, не знают. Это такое вот соединение нескольких, там, додюжины фольклорных и исторических героев, а других, наоборот, я пытался вытащить из вот этого плена мифа и доказать, что они реально существовали. Вот тот же Артур, который, ну, хотя он не был королем, как мне представляется, но реально жил и сыграл достаточно большую роль, что о нем помнят с тех пор полторы тысячи лет. Это уже доказывает, что, в общем, человек был незаурядный, что вообще он был. Стивен Кинг, как оказался в числе интересов? Ну, тоже фактически это соединение реального человека и вот того мифа, который встает за его произведениями. То есть, кажется, что он или сам какой-то маньяк, имеющий отношение к темным силам, ну, или вообще человек такой довольно странный. И вот мне показалось любопытным соединить его произведения с ним самим и как-то посмотреть, как одно вытекало из другого. Ну, учитывая, что я был еще одним из первых его переводчиков в свое время, это тоже подогрело, конечно, интерес. И надеюсь, что, ну, а книги, конечно, были разные, толки, но то, что она выдержала несколько изданий, выговорит в ее пользу. А каким образом Стивен Кинг стал как раз тем автором, которого стал переводить? Почему Стивен Кинг и откуда появлялись эти книги? Это были заказы издательств или это была собственная инициатива с переводами? Ой, ну какая тогда могла быть инициатива? Конечно, это вышло случайно, как в 90-е годы выходило, ну, многое у всех нас, наверное. И мне случайно предложили его переводить. Я случайно ухватился, я тогда ничего его не читал. Фактически я презирал тогда подобную литературу. Ну, потом это презрение прошло, хотя и сейчас, конечно, большинство в этом жанре хоррора выходит мусора. Но такие авторы, как Кинг, но еще несколько, по-моему, это настоящая литература. В общем, надо отвечать как-то, действительно, одно от другого, хотя жанр один. Конечно, уровень произведений очень разный. И Кинг относится, безусловно, к его вершинам этого жанра. Наверное, примерно так же, как никому не приходит в голову осуждать Лавкрафта или Алана По. Ну, в принципе, Кинг тогда, получается, третий в этом перечне. Ну, тут, конечно, да, разные споры даже о том, относятся ли они к одному жанру. Кстати, Лавкрафт, это тоже моя любовь. Я тоже был одним из первых его переводчиков, хотя тогда эти переводы не вышли по разным причинам. Но вот его биография просто уже написана и переведена на русский. И у нас написана хорошая книга про него, поэтому тут уж я не буду лезть. Это тоже очень интересный человек, описатель. Переводы, вот как раз Лавкрафта и Стивена Кинга не наложили отпечаток на личную жизнь? Не было ли каких-то, я уж не знаю, мистических совпадений, каких-то знаков судьбы, вот связанных с этим, с этими авторами? Ну, мистика окружает нас всех. Всегда она только умеет ее разглядеть или придумать там, где ее нет. Нет, тут могу сказать, что я, конечно, человек довольно трезвый и не склонен видеть мистику там, где ее нет. Но, конечно, определенные события в жизни были. Но надо сказать, что никак не связанные с этими авторами. Нет, к ним я отнесся, в общем, к обычным объектам исследования и перевода, которых у меня было и без них довольно много. — Вадим, ну вот перейдем теперь действительно к серии «Жизел». Каким образом, ну вот, эта серия, я понимаю, она ведь существует с дореволюционных времен. Она претерпевала очень многие трансформации, и в какое-то время она становилась безумно популярной. Помню, в советское время там гонялись за этими книгами, поскольку это был действительно источник знания об истории. Вот каким образом судьба свела вот с этой серией «Жизел» и вот о своей, может быть, роли в становлении, в новой жизни? — Ну вот наступивший год для нас знаменательный. Мы будем отмечать 100-летие издательства «Молодая гвардия», ну, самого старого российского издательства сегодня. А недавно мы отметили 130-летие серии «Жизел», тоже самой старой книжной серии в России, да и, может быть, и во всем мире, не знаю, хотя, вряд ли. Ну и как-то вот они встретились, эти два явления. «Молодая гвардия», «Комсомольское издательство», в общем, такое, да, советское до мозга костей. И серия «Жизел», которая начала издаваться в просветительских целях, действительно до революции, были маленькие такие книжки для народа по 20 копеек. И вот они встретились в 30-е годы с легкой руки Максима Горького, ну и действительно пришлись друг другу по душе, хотя не без ломки, какой-то взаимной. Потому что серия в итоге стала, конечно, тоже чисто советской, и многие годы в ней выходили такие пламенные революционеры и прочие идейно заряженные персонажи. Там никогда не могли выйти, ну до определенного времени, ни русские цари, ни какие-то зарубежные писатели, не близкие к нашему строю. Ну потом все изменилось, и надо сказать, что первая в России, ну в Советском Союзе биография царя, Петра Первого вышла в серии «Жизел», ну а потом пошли косяком уже и другие. И охвачены у нас уже все правители России, кажется, кроме самых незаметных. Ну и другими странами тоже еще в 60-е годы на волне оттепеля стали публиковаться биографии, очень модные, очень популярные биографии таких персонажей, как Хемингуэй, Джек Лондон и многие-многие другие. Значит, после конца советской эпохи, конечно, все табу упали, и теперь у нас издаются не только замечательные люди по советскому пониманию, но замечательные, значит, хорошие, идейно выдержанные. Ну и вот такие люди, как мои герои, я тоже внес, конечно, некоторые лепты в разрушение этих стереотипов. Вот тот же Дракула, ну какой он замечательный человек вообще, какой он человек, когда он, мы знаем, вампир. В то же время в недружественной нам, но все же, да, почтенной стране Румынии, он национальный герой. Вот это я тоже пытался исследовать, как это так получилось, почему он для одних герой, для других вампир. Ну и, собственно, многие таковы же наши герои, Ленин, Сталин, собственно, чем они отличаются от того же Дракула. Тоже для одних герои, да, для других преступники, сотворившие кучу зла, ну и, наверное, тоже что-то хорошее, раз их до сих пор помнят и любят. Да, вот, собственно, серия ЖЗЛ существует именно для того, чтобы разрушать стереотипы и показывать, что, ну, по большому счету, каждый человек, ну и уж каждый знаменитый человек точно, имеет какую-то роль для нашего общего бытия, для нашей общей истории. Какая вот концепция, действительно, ЖЗЛ, если мы говорим вот о том, в какой акцент должен делаться на профессиональный, ну, то есть вот цель рассказать биографию человека, потому что в некоторых, ну, вот, изданиях, ну, видим мы как сухой переченью, в таком-то году случилось в его жизни это, в таком-то этом. Рассказать о его профессиональной деятельности, ну, то есть, условно говоря, пересказать, если там мы говорим там про Канта, там Шопенгауэра, пересказать простым языком людям, вот, кто, что, какие идеи они несли, или что-то еще, то есть вот как управляются этими акцентами в биографии? Ну, в нашу богатую историю были разные периоды, когда-то был перекос в сторону, вот, именно, научности, когда-то, наоборот, в сторону художественности. В среднем мы стараемся выдерживать такую среднюю линию. С одной стороны, вот, ну, бывают неудачи, но мы всячески избегаем таких занавученных трудов, где, действительно, сплошные цитаты, ссылки на источники, ну, бывают и такие, но тогда это первая биография какого-то человека, где по-другому просто нельзя, но называется «Он вводится в научный оборот». Ну, с другой стороны, мы не любим вот такой излишней художественности, когда, да, Пушкин подошел к окну и подумал, что… Ну, да, 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 вот об этом вот… …на то, кто писал, что он подумал, или он сам писал, и вообще, кто видел, как он подошел к окну, то все-таки нужно, да, какое-то среднее. Именно научно-популярный жанр в его хорошем понимании, правильном. То есть, я понимаю, что работа редактора, она как раз в том, чтобы направить писателей, ну, тех, кто пишет эти книги в нужное русло, и отредактировать так, чтобы это с… Ну, чтобы читатель не испытал разочарования, взяв, а что это такое, почему вот вся серия была такой, а эта книга выбивается. Да, да, конечно. Хотя иногда мы вот сознательно идем на нарушение наших канонов, когда уж очень интересный или персонаж, или автор. Да. Ну, конечно, стараемся. Прокрустывало уже жезрел, укладывайте их. Ну, надо сказать, что большинство авторов с нами работает давно, и уже привыкли к нашим порядкам, и пишут вполне… Ну, не то, что вот пишут под копирку, нет, конечно, каждая книга и каждый автор у нас особенные, но вот как раз это разнообразие стараемся поддерживать, чтобы были авторы из разных идейных лагерей, разных, как бы, творческих направлений, и разных, конечно, эпох, пишущих о разных эпохах и разных людях. У нас же вся история, вот самый древний наш герой Гильгамеш, да. А, кстати, Гильгамеша, в принципе, ну да, это первый, едва ли не первый документированный, ну вот, названный по имени, да, вот человек… Да, ладно, ну, конечно, были египетские фараоны, о них тоже можно написать, но это, фактически, это первый герой литературы, литературного произведения, реальный герой. А в этой связи как много современников в серии Жезел? Ну, до этого у нас есть время за особая серия, биография продолжается, как вот серия, где выходят именно о живых книгах, хотя они потом часто перекочевывают в основную серию, даже возникло нежелание кого-то печататься в этой серии, потому что примета, что, да, как тебя в ней напечатают, и ты скоро перейдёшь в разряд. Исторических персонажей. Да, ну, однако, кое-как-то она существует, но о живых, конечно, очень трудно писать, потому что это цензура вечная героев, не только авторов, но и героев, она наносит отпечаток. Ну, хотя, надо сказать, что с умершими в наших кошмарных условиях соблюдения авторских прав, везде и всюду, тоже бывает трудно, потому что у них остаются жены, дети, потомки, с ними часто не так просто поладят. А много ли жалоб на недостоверность, что ли, изложения или фактологии? Ну, как вот вы сказали, на примере, Пушкин подошёл как, ну, кто видел, подошёл, он не подошёл, ну, на этом же уровне. Что вы там пишете? Не могло такого быть, не могло вот с этим вот человеком происходить именно такого, что вы понаписали? Да нет, фактически таких жалоб я почти не припомню, потому что, ну, мы с улицы авторов не берём, это всегда, почти всегда, если не видные учёные, вот именно историки, литературоведы и прочее, которые или давно занимаются своими героями, или, в таком случае, погружены в ту область, в которой все действовали и в ту эпоху, ну, или это хотя бы умелые журналисты, писатели, которые, ну, лишнего не напишут. А учитывая такой строгий подход, в среднем, сколько времени требуется на само исследование и написание книги для серии? В среднем год, хотя выходят, конечно, разные бывают примеры, некоторые пишут по 20 лет, ну, как правило, ничего в итоге не получается, но бывают случаи, когда люди 20 лет пишут и приносят замечательные книги. У каждого просто свой, как бы, ритм творческий, свои возможности. Ну, в таком случае, я тоже пишу в среднем год книгу. Какой ли там в самом издательстве? Сколько книг выходит, вот биографии выпускает «Молодая гвардия» в год, Жизел? Ну, тоже за нашу историю всё очень сильно менялось. Сначала серия выходила, поскольку «Молодая гвардия» выпускала всё-всё-всё, это была одна из крупнейших издательств в Советском Союзе. Тоже, Жизел, книг выходило немного, где-то чтоб 20 год. Вот потом, когда эта серия стала, может быть, единственной одной из немногих издательств, стало выходить больше и больше. Ну, вот сейчас эпидемия известная ударила по всем издательствам тяжело, и по нам тоже, и финансовые проблемы, и вот эта закрытость, которая не позволяла просто выпускать книги какое-то время. Ну, сейчас мы вышли на такой стабильный уровень, 5-10 книг в месяц. В месяц? Да. А есть ли случаи, когда возвращались к одному и тому же персонажу, то есть биография устаревала, или устаревали какие-то оценки, или появлялись какие-то новые источники интересные об этом человеке, и заново переписывалась биография? Конечно, конечно. Опять же, за нашу богатую историю повторяю эту фразу. Ну, 130 лет. Представляете, сколько всего изменилось и в подходах, и в фактах, накоплении фактов, и в отношении даже к какому-то персонажу. И рекордсмены у нас — это Чехов и Лермонтов. У каждого посмещено по 4 биографии серии Жизель, больше пока не было. Ну, однако, и много героев, о которых выходят и две книги, и больше. Для этого мы специально сделали даже серию, в свое время, малая серия Жизель, такая была, где выходили книги, во-первых, небольшого объема, которые в большой серии не писали, и, во-вторых, можно было писать там две книги об одном герое, разных авторов, с разным подходом. Тоже очень удобно. Может ли появиться в скором времени книга Раймонди Паулс, в принципе? Выходило ли о нем? Нет, не выходило. Но, опять же, эта серия биография продолжается, которую, ну, хочется при открытии издаческой кухни, она продается все-таки хуже, потому что обложка Жизель узнаваема во всем мире, не побоюсь этого слова, а у той серии другое оформление, и ее как-то хуже знают, поэтому мы предпочитаем классическую серию, но еще и потому, что оживых, как я сказал, Да-да-да, я хотел добавить, плохая примерка, не будем забывать. Хорошо. Да-да, но, однако, Паулса в России по-прежнему любят и помнят, и, в принципе, почему нет. Если кто-то напишет, тут, опять же, вопрос, чтобы хорошо написали. Да, ну, в принципе, потому что сейчас, я знаю, что ведутся, по-моему, переговоры, даже, ну, выходила о нем одна книга, и, в принципе, по-моему, сейчас еще идут переговоры, чтобы написать его биографию на русском, по-моему, языке издать. То есть все возможно, просто я думаю, что, может быть, а не было ли такого, что действительно изданы где-то в других издательствах? Вы работаете только на эксклюзивные какие-то вещи, или это может быть, например, перепечатка уже изданного где-то биографии известного человека? Нет, конечно, издательский рынок – это конкуренция. Всегда, если какая-то книга была популярной, или какой-то герой, то всегда можно ее переиздать в другом издательстве. В том числе и мы не раз переиздавали книги других, вышедшие раньше других издательств. Вот последний пример – книга Адунаевского. Ну, казалось бы, не слишком сейчас популярная фигура, но, оказывается, нет. Во-первых, книга очень талантливая написана. Это Дмитрия Менченко, такого известного драматурга. Да. Она вот выходила в одном издательстве лет 20 назад, потом переиздана у нас. Вот сейчас уже буквально совсем недавно вышло второе дополненное издание, которое многие ждали, как выяснилось. Видно, хорошо книга покупается. Я понимаю, что вот этот вот темп… Она переиздает наши книги с удовольствием. Учитывая темп, вы сказали 5-6 книг в месяц, трудно, наверное, будет удержать все в памяти и вспомнить, но, тем не менее, невозможно не спросить, а о ком-то из всемирно известных уроженцев Латвии были уже книги, там, я не знаю, Андрис Лепа, Михаил Таль, например. Ой, да вот как-то Латвия для нас белое пятно, к сожалению. Даже в советское время дружбы народов я вот и не могу вспомнить книг. Даже, по-моему, о районе книги не было, хотя могу ошибаться. То есть непаханное поле есть возможность… Срочно надо исправлять. Да, но тут печальная, конечно, особенность, что в современной России интерес к истории, да, и к современной жизни и Восточной Европы, и бывших советских республик очень слабы. Потому что, ну, раньше был обратный перекос. Почти ничего не писали о таких больших классических странах, как Англия, Франция, но об истории их, те же США. Да, и когда это стало все публиковаться, все кинулись туда. А вот о наших ближайших соседях, экс-друзьях забыли. Поэтому сейчас очень, ну, интерес к этому слабый. И когда нам предлагают книги по истории о замечательных людях, вот какой-нибудь Венгрии или до Болгарии, мы всегда так вежливо отказываемся, потому что, ну, они просто не продадутся. Вот мне это очень жалко, потому что я как раз интересуюсь историей этих стран. Было бы интересно, да и полезно, для лучшего знакомства с ними. Но рынок диктует свои законы. Говоря о рынке, вот насколько сейчас, что сейчас происходит на вот издательском рынке? Мы видим, что как бы происходит укрупление, поглощение там мелких издательств более, ну, вот одним более крупным. Вот насколько это, ну, какие прогнозы это приведут к удорожанию, может быть, в какой-то момент книжной продукции? Это хорошо, плохо там, к уменьшению разнообразия, например, книг? Ну, тут можно сказать, что это процесс объективный. И если в других странах монополизмом как-то борются, то в России мы этого пока не видим. Действительно, одно издательство под разными марками поглощается, степенно все остальные. Ну, к ассортименту или к подорожанию книг это не имеет отношения, потому что ассортимент широк. И также 90% клама, как издавалось в разных издательствах, так будет издаваться и в этом одном. А цены, они вынуждены, потому что параллельно идет другой процесс, это статистическое отнижение количества читающих и качества чтения. Потому что, ну, серьезные книги, вот даже научно-популярные, которые мы издаем, маневр уже стираж их постепенно съежился с постсоветских десяти тысяч до уже двух-трех. А научной монографии сейчас обычное дело выходит стиражом 200-300 экземпляров. Больше их просто не прочитают. Да и это количество часто избыточно. То есть вот это издательство «Монополист» и вообще все издательства вынуждены, ну, если и повышать цены на книги, то не так сильно. Хотя, конечно, процесс идет, если все дорожает, дорожают полиграфии, издательские услуги, конечно, и дорожают, но не так сильно, как другие, более ценные и важные продукты. У нас, в принципе, вот в Латвии я заметил, что первый вот страх перед электронными книгами, когда они распространены, ну, лет 10 назад было повальное увлечение, сейчас все-таки сменился, ну, вот таким твердым предпочтением людей читать вот именно бумажную продукцию, то, что можно сохранить, поставить на полку. Ну, вот в России как нет ли такого, ну, то есть вот насколько это противостояние электронных и бумажных книг, которая в 10 лет назад где-то появилась, сейчас продолжается? Ну, абсолютно то же самое. Вот 10 лет назад я помню все эти заголовки, все эти страхи, что электронная, когда электронная книга, даже не вопрос, а когда электронная книга убьет бумажную, потом все как-то улеглось. Во всяком случае, существует зазор между поколениями. Понятно, что старшие поколения, которые основные читатели, основные вот наши, допустим, читатели наших книг, они по привычке читают бумажные книги. А молодежь больше, конечно, не читает электронные, но хотя я могу сказать, что те, кто не читает ничего, это они не читают ни электронных, ни бумажных, они читают какие-то вот именно обзоры в интернете, блоги, фрагменты книг, которые для них кто-то вообще-то препарируют. Ну, тоже, наверное, это неизбежно, но к чтению и к книгам это отношение не имеется. Пока еще это сохранится, я думаю, на долгие-долгие годы. Ну что же, спасибо огромное. Наше время я смотрю просто в эфире «Стекло». Вадим Лехман, историк и писатель, книга которого вот в серии «Жизел» можно приобрести, в том числе и в Латвии, в Риге. Сегодня был с нами на прямой связи. Вадим, спасибо огромное. Большое спасибо и хорошего дня. Всего хорошего. Всего доброго.